Участие в церемонии принял глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что автобусы оснащены всем необходимым и полностью отвечают требованиям безопасности. Деньги на приобретение спецтранспорта для школ были выделены по госпрограмме развития образования. Хороший автобус, красивый не только снаружи, но и внутри. Детям будет комфортно в нем ехать. А кто не доучил, в автобусе в этом доучат, потому что и освещение очень хорошее. Светлый автобус, очень комфортно. Создать комфортные условия нужно и для учителей, считает Вениамин Кондратьев. Уже на Большом педсовете глава региона поручил разработать программу поддержки молодых педагогов. Сегодня из 74 тысяч кубанских учителей 20% пенсионного возраста. Чтобы привлечь молодые кадры в школы, нужны новые стимулы, отметил губернатор. Нужен комплекс мер, чтобы молодые специалисты, выпускники педагогических вузов вернулись в школу. И этот комплекс мер должен быть не на бумаге, он должен быть реально работающий. Это очень важно. Коллеги, опыт, конечно, вещь неоценимая, но без молодых специалистов, без тех, кто этот опыт будет принимать, нет движения вперед. Профессионалы высочайшего уровня должны быть. Значит, и должны они жить, и работать в достойных условиях. Я уже поручал Министерству образования края подготовить программу поддержки молодых педагогов. Настоятельно требую Министерству финансов, чтобы включили эти деньги в бюджет. Программа, которую поручил разработать губернатор, предусматривает дополнительные меры поддержки при поступлении на работу в течение первых трёх лет. Планируется, что начинающие педагоги, помимо зарплаты, будут ежемесячно получать ещё около двух тысяч рублей, а также единовременные выплаты за каждый год работы. Продолжение следует...